Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников и описание этих работ по книге Великие Музеи Мира Ганс Гальбейн Младший. Двойной портрет нотариуса и судьи Томаса Гоцелла И его сына Джона. 1528 год. Дерево Темпера. 35 на 36. Профессия, как известно, оставляет отпечаток на облике человека. Искутство знает ярчайшие воплощения представителей разных профессий. Один из таких примеров – картина Ганса Галбина Младшего, живописца и рисовальщика, величайшего немецкого художника, самого крупного представителя своей семьи. Согласно латинской надписи на бумаге, которая держит в руках мужчина справа, он идентифицируется как Томас Гоцелл. По сэрик Гоцеллу известно, что он родился в Норридже. В момент написания портрета ему было 47 лет. Это тоже содержится в надписи. Богатый землевладелец и близкий друг Томаса Кромвеля, государственного деятеля, главного идеолога английской реформации, одного из основателей англиканства, по профессии был судьей и нотариусом. Имя молодого человека слева непосредственно на картине не указано, однако явное исходство черт лиц обоих указывает, что это отец и сын. Оно подчеркнуто художником одинаковым ракурсом, исходством в их одежде. Хотя последний может объясняться профессиональными причинами, таково было облачение юриста того времени. Благодаря контактам с Кромвелем, сын Гоцелл от Жон впоследствии стал секретарем канцлера казначейства, когда канцлером был сам Томас Кромвель, а затем и канцлером. Трудно сказать, что послужило для мастера причиной отойти от обычного стиля изображать персонажей. Фас. Взгляд обоих прикован к чему-то, по-видимому, очень важным за пределом картины. Можно только гадать, что это могло было быть. Не присутствует ли здесь незримый Кромвель. Ну, вот такое описание по книге «Великий музей мира» к работе Ганса Голбейна-младшего, двойной портрет нотариуса и судьи Томаса Гоцеллова и его сына Джонса, 1528 год, «Дерево темпера». Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok